Министр здравоохранения. Им стал депутат государственного совета, главный врач городской стоматологической поликлиники Владимир Викторов. Владимир Викторов в медицине 25 лет возглавляет медицинскую ассоциацию и ассоциацию стоматологов Чувашии, председатель совета отцов, попечительских советов при общеобразовательных учреждениях. Мы с официальным кабинетом министров, с общественниками сферы здравоохранения обсуждали разные кандидатуры, вся система Шлава Владимировна перешла на другую работу. Большинством, так скажем, рекомендаций предлагают вас, главе республики, Чувашской республики, назначить министром здравоохранения Чувашской республики. Ваши согласия письма на есть. Вы успешный, эффективный менеджер, можно сказать, успешный, эффективный даже администратор. По знаниям у вас все есть. Завершили хорошее учебное заведение. Михаил Игнатьев обратил внимание, что перед медициной стоят прежние задачи. Пациенты должны получать качественные услуги. Я постараюсь оправдать доверие. Доверие, прежде всего, жителей Чувашской республики. Нам надо оправдывать, что другого варианта нет, Владимир Павлович. Спасибо. Сегодня же председатель кабинета министров Иван Маторин представил медицинской общественности республики нового министра. Я думаю, что под его руководством на данный момент мы сможем еще дальше развивать здравоохранение Чувашской республики, поднимать его еще на более высокий уровень. И те задачи, которые ставит президент Российской Федерации, глава Чувашской республики, я думаю, что мы с честью выполним. По крайней мере, команда главных врачей всесторонне поддерживает решение главы о назначении Виктора Владимировича на пост министра здравоохранения Чувашской республики. Владимир Николаевич Викторов очень грамотный, современный менеджер системы здравоохранения. И он знает все и слабые, и сильные стороны системы здравоохранения. И необходимо отметить, что он возглавляет ассоциацию врачей Чувашской республики. Поэтому ему знакомы все проблемы, которые есть в системе здравоохранения. И понятно, что выбор главы пал действительно на него, потому что он прошел всю школу системы здравоохранения. Кроме того, хочу отметить, что Владимир Николаевич, он и постоянно в районах, и знает те проблемы, которые есть в сельской глубинке. Очень важно при решении задач, стоящих перед медицинскими организациями Чувашской республики, соблюсти преемственность. Опираясь на то, что уже было внедрено, что было очень много сделано в предыдущие годы, нужно развиваться дальше. Я считаю, очень важно, конечно же, для республики это развитие высокотехнологичной медицинской помощи. На сегодняшний день уже республика является лидером по оказанию этого вида медицинской помощи. Но считаю, что эти объемы нужно увеличивать для того, чтобы жители Чувашской республики могли бы получать самые высочайшие технологии именно здесь, в стенах медицинских организаций. А для этого нам в команде, в единой команде предстоит очень много сделать в дальнейшем.